Если я запущу лампочку, она ярко светит, тогда в приложении появится ток. Если отключу, ток пропадет. Автоматизированная система для обнаружения неполадок в энергетических комплексах. Разработал ее не именитый ученый, а семиклассник из Барнаула Никита Сыздыков. Его система могла бы не просто устранять поломки на электростанциях, но и даже предотвращать их. Эта система позволит считывать данные со всех подстанций, которые расположены около домов, и передавать данные о потреблении энергии и напряжении в генерирующую станцию. Это позволит контролировать поломки, и в случае возникновения, тогда работник может их увидеть и сразу же приехать, а не ждать, пока в службу кто-то позвонит. Установка для запуска легких спутников на орбиту, устройство для обеззараживания молока, разработки юных физиков в миниатюре, но их уже ждет большое будущее. Подобные установки можно варьировать от размеров спичечного коробка до, блин, огромной пусковой установки, которая будет запускать ракету. Куда дальше с ней пойдешь? Домой. Ну, это в сегодняшней перспективе, а дальше еду на будущее, ой, на шаг в будущее в институт имени Баумана, в Москву. Доводить до ума разработки школьникам помогают преподаватели алтайских вузов. Педагоги их консультируют и делятся лайфхаками по защите работ на федеральных конкурсах. Моя задача не только грамотно с точки зрения технической проработать этот проект, показать им, в каком ключе нужно его доработать, но и подсказать правильную манеру доклада материала. Встречи с преподавателями-экспертами на базе технопарка Кванториум длятся три месяца. И за это время школьника выводят на высокий уровень подготовки. Ребятам при поступлении, значит, им засчитывают до 10 баллов к ЕГЭ. Если работа соответствует профилю вуза. Но это еще и, знаете, такое развитие, умение держать себя, умение оторвать информацию, умение общаться с прессой, этому тоже учиться. Умение систематизировать материал, презентовать свой опыт. Ну и вообще понять, насколько тебе это интересно, имеет ли смысл тебе идти учиться в этой области. Или это твое, или это не твое. Многие школьники после конкурса «Шаг в будущее» мечтают принять участие в научном конкурсе «Большие вызовы». Победа в нем позволит обучаться в центре «Сириус» в Сочи. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.